Новогодняя суета Новый год сотрудниками главного управления проводятся данные мероприятия, где мы посмотрим места проведения новогодних мероприятий, где будут задействованы несовершеннолетние граждане, а также места реализации пиротехнических изделий. На сегодняшний момент у нас в реестре на учете на территории города Барново уже значится 21 место реализации пиротехнических продукций. Что оно из себя представляет? Это какой-то специализированный лоток или, быть может, точка на открытом воздухе? Здесь это все стационарные места, находящиеся в магазинах стационарных. То есть если магазин находится в здании более двух этажей, он должен находиться на крайнем верхнем этаже, либо это может быть специализированный киоск-павильон. Каким образом вы будете проводить контроль? Проверять сертификаты или что? То есть, ну, прежде всего мы будем проходить в рамках профилактических мероприятий, смотреть, а также у нас будет целенаправленное пресечение уличной торговли, которое, хотел бы отметить, что запасление тенденции на территории города сводится в принципе к нулю, но хотел бы также предупредить, что гражданам необходимо приобретение прежде всего пиротехнических изделий у проверенных продавцов, производителей, что используя пиротехник, прежде всего, может представлять опасность для здоровья, а также имущества граждан. Ну вот вы сказали, что нерадивых, а если можно так выразиться, продавцов практически нет в Барнауле, и все равно наверняка будут желающие нажиться вот как раз пять дней, и, так скажем, целый год кормят, да, потом. Да, хотел обращаться. Что будем делать? Ну, будем проводить профилактические мероприятия, рейды, совместно с органами местного самоуправления, совместно с органами полиции. То есть обращаю внимание, что реализация, прежде всего, пиротехнических изделий по постановлению правительства от 22 декабря 2009 года, номер 1052, должна осуществляться только индивидуальным предпринимательством, либо юридическими лицами. То есть гражданами реализация пиротехнических изделий, так такова, запрещена. В противном случае штраф? Да, то есть здесь будут смотреться составы административного правонарушения, то есть при выявлении, то есть лицо нарушившее будет привлекаться к административной ответственности. Подскажите, дайте несколько советов, как правильно выбрать безопасный фейерверк, на что в первую очередь следует обращать внимание, ведь не каждый человек может его купить, например, если тебе нет 16 лет, продавец не имеет права тебе продавать. Да, то есть правильным продажам реализации пиротехнических изделий запрещено продажа лицам, не достигших 16 лет, а также, то есть при приобретении покупатель может потребовать у продавца предоставить, кроме сертификации соответствия, либо декларации, а также сопроводительную документацию. То есть обращаю ваше внимание, что в Российской Федерации предусмотрены следующие виды заверения данных документов. Продавец вам обязан предоставить либо заверенную копию сертификата соответствия, либо декларации держателям сертификата, органам, выдавшим сертификат, либо нотариально. То есть другие способы заверения документации у нас противоречат действующему законодательству. Хорошо, фейерверк приобретен, он качественный, но ведь нужно с ним еще и правильно обращаться. Мне кажется, в новогоднюю ночь в каждом дворе бабах и искры летят. Да, обращаю внимание граждан, что на всех пиротехнических изделиях, на упаковке указана инструкция по их применению, использованию. Надо внимательно выбирать площадки для запуска пиротехнических изделий. Ну, нормативов нет на удаление. То есть запрещается запускать в помещениях, в зданиях, с балконов, в непосредственной близости с зданиями, между зданиями. То есть надо выбрать безопасную площадку, то есть установить безопасно фейерверк, потому что он может сработать и изменить направление выстрела. Будем призывать людей быть бдительными, и пусть ничто не испортит нам праздник. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо.